Приветствую вас! Я вам, помнится, отвечал на первый вопрос, который вы задавали. Вот, вопрос был посвящен тому, как начать верить мужу, если он сказал, что любит двоих, да, но выбрал меня, да. Да, то есть я вам отвечал на этот вопрос. Вот, вы сделали мой ответ лучшим, за что нам большое спасибо. Вот, но очень жаль, что, судя по всему, вы, вот судя по тому, что вы, ну, как бы не обратились ни ко мне, ни к другому специалисту, вот. Проблема осталась, да, то есть проблема осталась, ключевая проблема, которую я озвучивал, хочется верить в своем предыдущем ответе, это проблема неуверенности в себе. Вот, проблема неуверенности в себе и проблема, наверное, перегладывания ответственности, плюс ко всему, я так думаю, что ориентированность не на себя, да, на других людей. Начать, как бы, как бы, ответ именно на ваш вопрос, мне бы хотелось так. Так, вы действительно считаете, что подруга смогла бы увести вашего мужа, если бы у вас с мужем не было бы проблем? Да, вы действительно считаете, что она могла бы увести? Конечно, нет. Поступила ли она по-дружески? Нет, не поступила по-дружески. Не поступила. Но, это, всего лишь, означает, что она не была вам другом. Она не была вам другом. Она не была тем, кем вы ее видели. Это, всего лишь, означает, что человек, на самом деле, был другим. Человек, на самом деле, вёл себя по-другому, делал всё по-другому, и вообще у него, как бы, свои, ну, свои интересы, да, свои какие-то предпочтения и так далее. То есть это, по сути, вот единственное, что вам, да, вот это вот единственное, что можно сделать, ну, единственное, какой вывод можно сделать из этой истории, по факту-то. Понимаете? Вот. А ненависть возникает из-за того, как вы на это реагировали. Понимаете? То есть ненависть возникает из-за того, что она лишила вас, грубо говоря, чего-то важного. Она лишила вас в определённый момент какого-либо, ну, например, спокойствия, допустим, она лишила вас. Она лишила вас, например, уверенности, к примеру, в себе. Вот. Она, допустим, причинила вам определённые страдания, да? Вот. То есть как бы ненависть, ненависть к человеку возникает тогда, когда кто-то или что-то, в данном случае эта подруга, мешает вам обрести покой. Покой душевный, гармония и так далее. Вот. Возникает ненависть как реакция на того, кто угрожает вашей безопасности. Или как реакция на то, что кто-то забрал, забрал у вас то, что, ну, что-то вам нужно, что-то вам необходимо. Вот. Но, разве, разве это ответственность человека, то, что он забрал у вас то, что вам нужно? Разве это ответственность того, кто забрал? Конечно, нет. То есть, конечно, вы можете, ну, вы можете обвинять товарища в этом. Вы можете обвинять человека в этом. Вы можете считать и говорить, что вот это, что это он, и, ну, в данном случае она виновата в том, что, там, чуть не убила мужа моего и так далее. Но, в действительности, проблем всего две. Это проблема ваших взаимоотношений с мужем, где нет, видимо, какого-то между вами, ну, допустим, доверия, да, между вами нет доверия. К примеру. И проблема в том, что вы слишком сильно зависели от подруги. Ну, то есть вот она вам была очень сильно нужна. Нужна вы от нее зависели. Все. Вот эти две проблемы порождают вашу нервность. И вы можете как бы ненавидеть, ну, сколько угодно, да, вы ненавидите человека, но кого вы ненавидите? Вы ненавидите человека, который, по вашему мнению, существует, да, то есть подруга, которая увела у вас вашего мужа. Вы ненавидите. Но в действительности подруга никогда бы этого не сделала, правильно? Правильно. Значит, этот человек не был вам другом никогда. А это значит, что вы по какой-то причине позволили себе поверить в то, что она для вас подруга. А почему вы поверили? А потому что нужда. Потому что нужда. Потому что есть нуждаемость. Потому что вы нуждаетесь в этом. Нуждаетесь в ней и нуждаетесь в том, что она вам дает. Понимаете? Вот. Поэтому, чтобы вам избавиться от ненависти, да, не надо ненависть побарывать. Может быть, даже было бы неплохо, если бы вы эту ненависть как бы выразили подруге, да, то есть сказали ей что-нибудь, высказались ей и так далее. То есть как бы, я не думаю, что это плохо будет. Не думаю, что это будет плохо. Для вас это будет хорошо. Но сколько бы вы не высказывали свою ненависть, сколько бы вы ее не выражали, от этого не будет никакого толку до тех пор, пока вы не подкорректируете а, свои отношения с мужем, б, то, что вам нужно от подруги. То есть пока вы не научитесь получать от самой себя, от своей деятельности, от своего образа жизни, от того, что вам, к примеру, давала подруга. Вот, по сути, такая история, по сути. И можно, 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 сколько угодно ненавидеть, да, но ни к чему это не приведет. Это вам коллега и коллега сказал, да, что это как бы ваш выбор и что вам решать, принимает человек такую информацию или нет. Вот, он прав, это действительно ваш выбор, это действительно вам решает. Действительно, если вы считаете, что бизнес важнее, важнее, да, если вы считаете, что бизнес важнее вашего, там, отношения к этому человеку, то занимайтесь бизнесом и ее просто принимайте как партнера и все, как неизбежное зло, как плату за бизнес. И все. Вот. Ну, обращаю ваше внимание, я немножко на другое. Обращаю ваше внимание я на то, что вы, вы, значит, как бы вам так сказать, вы совершили ошибку в том смысле, что создали бизнес с подругой. Вот. У вас нет личных границ. Вы не отделяете, например, личную жизнь, да, дружбу от какого-то, к примеру, скажем, дела, бизнеса и так далее. То есть, это очень сомнительная идея была, да, значит, когда вы решили, значит, создавать бизнес с подругой. Вот. А, значит, друзья кончаются там, где начинаются деньги. К сожалению, это правда, это факт. Как бы, от этого никуда не деться. При всем желании от этого никуда не деться. Поэтому, тут вот, я думаю, в обязательном порядке вам нужно, нужно выставлять свои личные границы. Ну, то есть, работать с личными границами необходимо. Вот. Вот, в принципе, это, в принципе, так. Почему ненавидите? Потому что, вероятно, есть реальная угроза, да, была реальная угроза того, что она увела бы вас в мужа. Вот. А почему была реальная угроза того, что она могла бы увести вас в мужа? Почему для вас это угроза? Вот. И почему, и почему вы ненавидите только подругу? Например. А муж? Муж? Нет, я не говорю, что его надо ненавидеть, безусловно. Но, муж тоже, как бы, ответственен за то, что она его чуть не увела. А почему достается только подруге? Вот. По какой причине достается только подруга? Вот. И здесь, опять же, да, вот тут вы идете как бы на поводу у своих человек. То есть, вместо того, чтобы объективно признать, что подруга просто не была подругой, а в действительности она была чем-то другим, да, вот, и тут у вас с мужем проблемы, которые нужно решать. Вы вместо этого ненавидите только подругу. Вы ненавидите подругу. То есть, на нее вы сваливаете всю ответственность за проблемы вашей семьи. Почему вы так делаете? Ответ на этот вопрос тоже достаточно прост. Вы делаете так исключительно потому, что вы хотите побороть ненависть. То есть, в свои чувства вы склонны побороть, вы не склонны свои чувства раскрывать, вы не склонны свои чувства выражать, вы не склонны корректировать, как бы, свое поведение. И основывается на чувства. И именно поэтому, именно поэтому у вас такая проблема. Понимаете? Я вам даже больше скажу. Если вы вот от подруги уйдете, да, ну, то есть, если вот у него перестанете вести общий бизнес, там, и так далее, то ненависть ваша, она никуда не уйдет. Пока вы не разберетесь с этими двумя аспектами, которые я назвал. То есть, аспект отношений с мужем, которому вы не доверяете в силу ряда причин, и отношения, с которыми нужно разбирать, и того, что вы получаете от подруги. Получали и хотите получать. Вот. То, чего вам, ну, не хватает, условно говоря. Вот. Вот. И ненависть ваша будет. Почему будет ненависть, а, так, защитная реакция? по-другому же не получится, вам же ненависть в данном случае это защита, но с ненавистью вы заполняете свою простоту, с ненавистью вы заполняете свою неудовлетворенность, вот, к сожалению, вот, то есть вам легче ненавидеть подругу, да, вам легче ненавидеть подругу, чем признать, что проблемы есть у вас, с мужем, к примеру, вот, а ведь в действительности, как бы в действительности, да, в действительности, ненависть берет начало из страха, ненависть берет начало из-за обиды, от боли. Но, между тем, ненависть берёт начало и вне желания нести ответственность за себя. Понимаете? Вот. То есть, для вас ненависть, по сути, означает необходимость личностного роста и взятие на себя, на себя, да, ответственность за то, что происходит, ну, в частности, допустим, между вами и вашим мужем. В частности, за то, что вам необходимо, в чём вынуждаетесь. Вот так. Если вы всё это, если вы будете в этом удовлетворены, если вы будете в этом спокойны, то ненависти не будет. Ну, да, друга вы лишились, безусловно, то есть, как бы, человеку доверять нельзя, и это понятно. Но это не ненависть. Это не вызывает ненависть. Ненависть – чувство сильное, и её не будет, если вот речь идёт только о, к примеру, подругой, а другая, как таковой. Вот. Поэтому ещё раз, поработайте как следует соответственность. Вот. Разграничите ответственность. Это очень важно. Это очень, очень важная история. Иначе, сперва будете ненавидеть подругу, потом будете ненавидеть ещё кого-то, всё время будете кого-то ненавидеть. А это огромные эмоциональные запраты, огромные, огромные траты ресурсов и времени. Кстати, вы же эти ресурсы, если вы могли потратить на что-то другое, к примеру. Вот. Так что, вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Ну, обратите внимание, да, что вот у вас два вопроса уже, по сути, это очень короткие вопросы. И, но при этом добра и говорите достаточно сильные темы. И при этом вы не консультируетесь лично. То есть, меня это наталкивает только на ту идею, что вы склонны недооценивать собственные переживания. То есть, вот, свои чувства, свою боль, свою ненависть, да, свой негатив, вы оцениваете как один коротенький бесплатный вопрос на сайте. Понимаете? То есть, ну, окажите себе услугу хотя бы, расскажите более подробно, что произошло, вам же легче будет в тексте хотя бы. Я вообще не говорю, там, о плате, там, и так далее. Вот. Ну, я не знаю, не доверяйте психологам из интернета, да, допустим? Ну, обратитесь в научный приём, в психологический центр, там, к частному психологу. Вот. Ну, позаботьтесь о себе, понимаете? Позаботьтесь о себе, сделайте что-то для себя. Вот. То, вот так вот задаёте по одному маленькому вопросу, такая проблема не решается. Знаете, что я делаю? Вот даже, даже мой ответ, да, вот мой ответ, я вот отвечаю, да, стараюсь раскрыть. А вы думаете, что вы поборете свою ненависть, к примеру? Нет? Вы не сможете ничего сделать? Потому что я не знаю всех обстоятельств. Вот. И говорю только, в общем, что вот есть какие-то проблемы с мужем. Эти проблемы с мужем влияют, ну, объективно влияют как-то на вас. Ну, негативно, объективно, да, влияют на вас. И из-за этого у вас появляется ненависть, как защита. То есть надо на кого-то как бы свалить вину, вот вы ненавидите, значит, ну, подругу. Так, а ваши-то проблемы, мне сейчас не решают все равно. Вот. Вот так, в чем дело? Может, может быть, подруга там вообще ничего плохого не сделала, может, это муж ваш, к примеру. Допустим. Ну, мало ли, я не знаю, я не знаю. Вот. Если вы говорите, например, о той же истории, да, что вот вы писали, типа, что муж выбирал там между вами и, видимо, подруга и выбрал вас. А вы это расценили, как тот, она его чуть-чуть не увела. Так извините, если, когда она его могла, как вы говорите, увезти, он, если в это время не был вашим мужем, то она имела полное право. Это сделал. Ну, как бы, вы, не семья, он ей понравился, что она не может не предплетать, что ли. Знаете? То есть, как бы, вот видите, да, как вопрос, а, как бы, суть-то в чем? Суть-то чувства в чем? По итогу, любая ненависть сводится к организации личного пространства, личных границ и собственной безопасности. Личной безопасности. По итогу, ненависть, ненависть кому-то, это всегда лишняя зависимость от кого-то, по итогу. Вот. Ну и, тут вот, вопрос к вам. Хотели бы вы, чтобы такого больше не было? Если так, то учитесь полагаться на себя. Учитесь разграничивать отношения. Да, там, бизнес, дружбу, там, к примеру, семью, допустим. Вот. Может быть, что-то, что-то еще. Учитесь. Это не короткий вопрос, это не короткий вопрос и ответ. Это именно работа. Может быть, даже с детских и родительскими отношениями. Ваши. Работу. Вот и все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Перед всем пока. Поехали. 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 Продолжение следует. Продолжение следует...